Очень приятно увидеть участников со всей страны, узнать и мнение тоже о сегодняшней теме нашего вебинара, это федеральная образовательная программа дошкольного образования. Соответственно, мы здесь рассмотрим следующие разделы этой цели внедрения, какие разделы включает федеральная образовательная программа, принципы реализации. Меня зовут Белобородова Лилия Рафитовна, я преподаватель Бирского филиала Уфимского университета науки и технологии. Я работаю на кафедре дошкольного и начального образования непосредственно, где у нас как раз и реализуется и подготовка студентов идет по профилям и дошкольного образования, и начального образования, и дефектология, и нейропсихологическое сопровождение. Потому что требуют, соответственно, новые линия, новые требования к организации не только дошкольного образования, но и дополнительного образования, также педагогико-дополнительного образования также у нас реализуются. Поэтому какие-то вопросы можете, соответственно, в чате их писать. Я надеюсь, время у нас останется и постараюсь на ваши вопросы, пожелания ответить. Итак, мы начнем с того, что, конечно, это документ, который у нас появился и должен быть обязательно введен в сентября данного года. И к нам, соответственно, поступили запросы от педагогов, руководителей дошкольных образовательных организаций о курсах. Соответственно, конечно, ввели, да, и быстрая подготовка, подбор материала был, конечно, сложен. Почему? Потому что, ну, не так много сведений, и мне было интересно узнать мнение практикующих работников, да, спросить, что нового, что интересного, да. Это федеральная образовательная программа внесла в практику работы дошкольных учреждений. Конечно, это документ, это нормативный документ, он больше касается методистов, старших воспитателей, руководителей, да, то есть заведующих дошкольных организаций. Но все же, как бы, краткие сведения, я думаю, о структуре, да, о содержании, что нового она все равно привносит, да, в практику работы дошкольных учреждений, воспитатели должны тоже владеть, да, тоже красивые воспитатели, они, значит, о мнении, да, насколько, ну да, появились новые задачи. Новые задачи, согласно патриотическому воспитанию и так далее, мы с вами тоже эти принципы и функции рассмотрим. Чем они новые? Мы знаем, что новые, это хорошо забытое старое, и как раз, вот, федеральная образовательная программа дошкольного образования, она это все и привносит. Естественно, сама программа, она обширная по содержанию, да, если ее, как бы, перечитывать, да, кратко ознакомиться о ней тоже можно, потому что она больше двухсот страниц. В общем доступе находится, естественно, я такой краткий обзор хочу сделать по данной программе, также наткнулась, как бы, на такой сайт, где там несоответствия какие-то, да, вот, выявлены теми, кто уже внедряет эту программу, то есть они, вот, как бы, свои пожелания излагать или же какие-то вот то, что недостатки, да, ну, естественно, когда мы внедряем и используем, да, всегда есть определенные, ну, то есть нужно дорабатывать, да, и согласно, учитывая вот эти вот особенности, да, несоответствия, я думаю, органы, да, которые занимаются непосредственно разработкой, могут внедрять, да, и различные, то есть изменения, да. То же самое, помните, у нас была концепция дошкольного образования, значит, принятая, да, в 1989 году, и последующие были изменения и дополнения, да, к этой концепции. Таким образом, давайте мы, значит, потихонечку начнем, я думаю, что пока, да, послушаем, и, если что, вы можете записывать вопросы в нашем чате. Значит, и, соответственно, чтобы как-то это рассмотреть, то есть мы саму программу конкретно здесь не будем рассматривать, я думаю, что вы заранее с ней ознакомились, раз уже, да, как бы внедрение пошло, значит, согласно методическим рекомендациям по реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования. То есть это документ методической рекомендации, да, выпущенный Министерством просвещения Российской Федерации. Естественно, и самой ФОП, вот как раз я начну с того, что мы, как бы, аббревиатура, да, основные понятия сокращения, которые вносятся, и по ходу текста у нас тоже с вами будут встречаться. Это ФОП, федеральная образовательная программа, непосредственно, значит, до дошкольного образования, в гос. дошкольного образования, да, федеральный государственный образовательный стандарт, значит, затем. Но начальное общее образование, когда мы говорим, что непосредственно должна быть преемственность между в гос. дошкольного образования, да, и в гос. начального общего образования, непосредственно эта преемственность, она должна во многих задачах, принципах обучения, воспитания, как бы, прослеживаться, иначе, как бы, вот эта ступень, переходящая ступень, она для чего нужна, да, как дошкольное образование, как первая ступень, первый социальный институт, да, переходит к начальной школе без преемственности, то есть этого невозможно. Также такие понятия встречаются, как педагог, педагог, воспитатель, вот, кстати, противоречие здесь тоже есть, где-то воспитатель, где-то педагог, да, где-то работник дошкольного образования, как раз вот в федеральной образовательной программе эти понятия тоже, ну, можно сказать, они не разграничиваются, да, то есть то и то верно, то есть это педагог, это педагогический работник, это физическое лицо, которое состоит в трудовых отношениях, да, с организацией, которые осуществляют образовательную деятельность, выполняя обязанность по обучению и воспитанию обучающихся, да, опять, да, обучающихся воспитанников, да, мы имеем в виду, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Сама программа, да, образовательная программа, программа воспитания, значит, РППС, это развивающая предмет на пространстве, среда, ну, и СанПИН это, как бы, чаще встречается и так далее, это мы знаем, да, и, например, ФАОП, федерально адаптированная образовательная программа, вот, значит, следующее непосредственно вебинар меня просили подготовить как раз по федерально адаптированной образовательной программе, будем изучать, потому что непосредственно они, у нас детей с ОВЗ, непосредственно есть в каждой возрастной группе, и необходимо разработать, да, данную программу, и, соответственно, она также разрабатывается с учетом федеральной образовательной программы. Значит, начнем с того, что, значит, прежде всего федеральная образовательная программа включает те нормативно-правовые и научно-теоретические основы федеральной программы. Вот. И, как бы, непосредственно, конечно, мы должны отметить, что не просто тогда федеральная программа создана, она именно имеет правовые основы, обязательно, конечно, это нормативный правовой акт, определяющий содержание отечественного дошкольного образования. Значит, непосредственно утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 25 ноября 22 года под номером 1028 об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования. ФОП разработана в исполнении федерального закона от 24 сентября 22 года под номером 371 о внесении изменений в федеральный закон об образовании в Российской Федерации и статью первую федерального закона об обязательных требованиях в Российской Федерации и направлена на выполнение указов президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года под номером 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 24 года. Значит, также на основании какого, да, документа это о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Казалось бы, да, один документ обновлен у нас до 2014 года, следующий уже до 2030 года. То есть там и там это, значит, единая национальная цель и стратегические задачи планирования. Значит, также от 2 июля под номером 400 о стратегии национальной безопасности Российской Федерации, а также под номером 809 от 9 ноября 22 года об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. То есть мы видим, что если первые документы, касающие закон об образовании, да, то последние документы, да, именно нормативно-правовые, они касаются вот именно традиций, да, национальных целей и так далее. То есть основанные на духовных ценностях российских, значит, воспитания детей в Российской Федерации. И, соответственно, с этими же документами, да, на основании которых можно ознакомиться на сайтах. И давайте начнем, значит, с какой целью это было разработано, да. Да, прежде всего, это норматив, да, нормативный документ, который выполняет функции. То есть вообще сама программа, она отражает современный исторический, скорее всего, даже культурный исторический этап, да, всей структуры образования, да, не только образование, но и развитие российского общества, да, потому что введение новых дисциплин, вот я скажу, в проблеме высшего образования, да, это и основа военной подготовки, и помимо истории России, история государственности Российской Федерации. Такие дисциплины, согласно вот нормативным документам, которые я ранее озвучила, да, значит, они как раз непосредственно во все стандарты и высшего образования, и среднего профессионального образования, и непосредственно дошкольного образования, не говоря уже о школьном, да, они введены, да, то есть эти новые дисциплины помогают как раз реализовать те же задачи. Ну, соответственно, мы начинаем с дошкольного возраста, потому что какие-то общие понятия, где зарождаются, скажем, зачатки, да, вот этого духовного воспитания, нравственные ценности, да, уважение, любовь к малой родине, к родине, к стране и так далее, поэтому мы должны начинать именно с дошкольного возраста непосредственно. Значит, и какие же функции, да, реализует данная программа, федеральная образовательная программа? Это создание и единого федерального образовательного пространства для воспитания и развития дошкольников. Почему мы говорим единое? Потому что первая ступень, да, воспитание. Значит, также одной из функций является обеспечить детям и родителям равные качественные условия дошкольного образования, и, соответственно, лицам заменяющих, да, родителей, значит, на всей территории России. То есть это единая, можно сказать, единая программа, и вот, которая когда-то существовала, и как раз те же задачи, они были включены в то советское время, да, и сейчас, как бы, эти задачи более актуализированы на сегодняшний момент, и, ну, конечно, связаны с определенными экономическими и политическими условиями в стране. Значит, создать единое ядро содержания дошкольного образования, да, я о чем говорила, и которое будет приобщать детей к традиционным, духовно-нравственным и социокультурным ценностям. Значит, также воспитывать в них тягу и любовь к истории, культуре своей страны, малой родине, семье. Видите, это задача, как бы, то есть это функция одна из важнейших, поэтому, как бы, из данной функции истекает следующее, это воспитывать и развивать ребенка с активной гражданской позицией, патриотическими взглядами и ценностями. Вообще проблема патриотизма, она всегда была актуальна и остается, да, ну, где-то в меньшей степени в какое-то время уделяется ли при использовании определенных программ, но, как бы, о том, что эта проблема важна и что необходимо воспитывать не только там патриотическое воспитание, скажем, ну, в общем характере, да, что они знают, но и непосредственно формирование активной гражданской позиции. Я думаю, что, как бы, вы с этим согласитесь, что тема актуальна, да, и данная функция должна быть реализована. Ну, и вот давайте, вот, как бы, мы... Специфика, да, то есть в чем ее отличие от других каких-то документов, от другой программы, от той же премьерной программы. Вот здесь, значит, мы стали раскрывать функции, да, значит, дошкольного уровня именно образования. Значит, это кратко давайте отметим. Главное, формирование основ его гражданской и культурной идентичности, да, на соответствующем его возрасту, содержании, а именно доступными средствами. Должно быть понимание, да. Значит, создание единого ядра, ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа. Воспитание растущего поколения, как знающего, да, и любящего историю, культуру своей семьи, да, потому что все начинается из семьи. Семья, она, конечно, непосредственно является важным институтом воспитания. Да, мы много будем говорить в детском саду, значит, там, в школе, да, в учреждении доп. образования и так далее, получать информацию через средства массовой информации, а если семья там против чего-то и против, то есть, ну, свой взгляд, да, как бы неподкрепленный чем-то или наоборот, то есть, строится на определенных фейках, да, и, соответственно, ребенок, конечно, примером смотрит на родителей, да, те, которые его окружают, потому что он чаще там с ними беседует, разговаривает и так далее. Поэтому здесь важно сначала культура семьи, да, большой и малой родины, да, соответственно, того города, региона и потом всей страны в целом. Ну и, конечно, создание единого федерального образовательного стандарта, да. От рождения ребенка до поступления, поэтому как раз задачи по образовательным областям раскрыты, да, именно начиная с двухмесячного возраста, да, раскрыт, то есть это период младенчества с двух месяцев до года, с года до трех, именно как мы работаем по образовательным областям, утвержденным в стандарте дошкольного образования, и, соответственно, весь дошкольный период с трех до семи лет и до поступления в общеобразовательную организацию, да, то есть школу, обеспечивающую ребенка его родителями, законным представителям, равные качественные условия, независимо от места и от региона проживания. Мы на это делаем упор, потому что в целом мы говорим о едином, значит, пространстве, да, о едином образовательном пространстве, что важно, потому что понятие образования как педагогическая категория, да, разграничиваю, сюда включается и обучение, и воспитание, поэтому и обучение, и воспитание, оно в целом. Потому что говоря о духовно-нравственных качествах, да, о нравственном воспитании, то есть мы именно говорим о нравственном воспитании, да, то есть не обучение, да, а, соответственно, все обучение идет совместно с воспитанием, которое включает именно в образовательный процесс, целостный педагогический процесс, который непосредственно реализуется в дошкольной образовательной организации, независимо от типа, да. Значит, так, мы отметили с вами функции, да. Значит, федеральная программа представляет собой именно учебно-методическую документацию, да, то есть это не какое-то положение, а именно учебно-методическая документация, в состав которой входит федеральная рабочая программа воспитания. Значит, сюда включается и примерный режим, да, вот самое главное, что он примерный, да, распорядок дня дошкольных групп, это календарный план, общий, да, общий план воспитательной работы и иные компоненты. Дальше вот мы определим, да, что же такое вот иные компоненты, да, тоже интересно, да. И самое главное, определять единый для всей Российской Федерации базовый объем и содержание дошкольного образования, которые непосредственно должны быть освоены обучающимися именно понятия, обучающимися, да, вот именно по федеральной образовательной программе раскрыта дошкольной образовательной организации. Определяет также содержательные линии всей образовательной деятельности, значит, по основным направлениям, да, то есть я вам говорила, да, начиная с периода младенчества от двух месяцев, можно и ранее, да, как говорил еще философ, да, Джон Лок, воспитание ребенка должно начинаться, когда он умещается поперек лапки. Был у нас педагог, который это преподавал, то есть это, можно сказать, новорожденный даже находящийся у трубы матери, да, мужа, мы уже, почему мы слушаем музыку, да, мы читаем и так далее, для того, чтобы спокойная психика, спокойное понимание всего окружения должно быть. Это, конечно, тесная связь именно психологии идет. Так, значит, отметил, да, по основным направлениям развития детей дошкольного возраста, да, согласно целевым ориентирам и образовательным областям в ГОСТ дошкольного образования. Значит, является федеральная образовательная программа основой для самостоятельной разработки и утверждения конкретным дошкольным образовательной организацией программы, да. Понятно, что обязательная часть должна соответствовать федеральной образовательной программе, да, и может оформляться даже в виде ссылок на нее. Я думаю, что вот это такое переписывание, да, чтобы не было, как раз и хорошо, когда есть, ну, возможность, да, и это документально подкреплено, что в виде ссылок, да. Федеральная программа определяет объем обязательной части, да, этих программ, то есть та программа, которая непосредственно самим дошкольным учреждением создается, значит, и может, как бы, которая, естественно, в соответствии с стандартам работает, да, и составляет не менее 60% от общего объема программы. А вот часть программы, да, другая, да, мы ее называем вариативной или программа, формируемая участниками образовательных отношений. Это часть не более 40%, соответственно, да, если мы берем за основу 100% от общего объема программы, и она в большей степени ориентирована как раз на специфику, да, национальных, там, определенных социокультурных, да, условий, региональных условий непосредственно, да, даже климатических условий. Все это объединяет те традиции, которые сложились в регионе, в конкретном городе, в конкретном селе, деревне и так далее, потому что это все единое общее пространство, да, естественно, если мы не можем только изучать, да, вот, значит, там, декоративно-прикладное искусство, да, города, герой и так далее, только там своего города, да, да, естественно, мы начинаем с того, что близко и расширяем формирование культурно-нравственных ценностей, да, уже на других регионах, близлежащих и всей страны в целом, да, потому что здесь когда-то актуальный вопрос стоял и о толерантном воспитании, да, то есть как этого достичь как раз через традиции, да, разных народов, которые живут, ну, и не только в Российской Федерации, да, и в других, и дружественных, и, может быть, и недружественных странах, да, но это не говорит о том, что мы не должны знать культуру, обычаи, какие-то предпочтения, да, те же праздники, религию и так далее, да, и особенности, потому что дети это сталкиваются, они видят так или иначе через и социальные сети, и общение, как бы это позволяет, да, то есть нету такого замкнутого пространства общения их, только то, что они видят, что им показывают по телевизору, да, или в компьютере, скажем, своем, по интернету. Соответственно, вот это 40%, да, вариативной части или части, формируемой участниками образовательного процесса, эта часть, она может определяться парциальными программами, да, то есть по каким-то направлениям, причем парциальная программа есть общего характера, да, там, по физическому воспитанию, по эстетической направленности, да, по творческому, там, связано с экологическим образованием, но и регионально, да, соответственно, регионально, потому что региональная программа, она во все образовательные области так или иначе может включаться, поэтому это и парциальные образовательные программы, и региональные, Соответственно, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам, да, и, главное, значит, определены по стандарту, да, то есть рекомендованы, и педагогический коллектив имеет возможность непосредственно внедрить в практику работы дошкольных учреждений. Так, вот здесь мы определили, что в основе, да, всей отечественной системы дошкольного образования, она уникальна тем, что есть и теоретические, и методологические основы, непосредственно психолого-педагогические, мы даже видим, что они идут в честные взаимосвязи, да, ну и много междисциплинарных наук, да, которые легли в основу отечественной системы дошкольного образования. Вот, например, изучая любую дисциплину, мы говорим, на какие основы опирается, да, разрабатывая рабочие программы, мы всегда указываем, на какие ранее изучены дисциплины или на какие знания, умения мы должны ориентироваться, говоря, да, о чем-то новым, интересном, но все у нас вытекает, как изначально говорили, из философии, да, из общей педагогики, из общей психологии, также физиологии, педиатрии, анатомии и так далее. Это тесная связь, понимание должно быть, да, если мы детям дошкольного возраста будем, скажем, преподносить, ладно, дошкольное учреждение, проверенные знания и так далее преподносят, да, или они, значит, смотрят фильмы, да, ну, как бы неадаптированные для детей дошкольного возраста, да, а как это сказывается на психике, это нужно понимать, потому что, ну, все остальные проблемы могут возникать как раз от того, что мы преподносим, от чего-то ограничить, да, где-то сделать упор, скажем, в большую сторону, да, это, конечно, зависит именно от задач воспитания, от функций воспитания в каждой образовательной области. Конечно, особым образом следует подчеркнуть образовательную направленность отечественного дошкольного образования, да, то есть она носит именно образовательный характер, больше обучающий характер, и, конечно, есть пересечение, да, с традициями научно-теоретическими основами становления отечественного дошкольного образования, и непосредственно вопросом, да, учитывает ли она опыт создания и реализации образовательных программ дошкольного образования. Конечно, федеральная программа это учитывает, да, то есть что-то нового, значит, сверхъестественного вообще, скажем, исключая ту программу, по которой работало дошкольное образование, оно не исключает. Такого не можно, потому что такие наикратчайшие сроки, да, что-то создать заново, это, это проблемно, да. Да, значит, так, сейчас смотрю, мы перешагнули ли мы. Ух ты, еще перешагнули, да. Вот, для каких организаций федеральная образовательная программа является обязательной? Значит, вот, скажем, не только государственные, да, то есть муниципальные, бюджетные, естественно, для них обязательным, да, соответственно, мы говорим, да, независимо от организационно-правовых форм и муниципальные, и частные, да, и государственные, то есть те организации, которые осуществляют воспитание, обучение, да, на основе именно лицензии на образовательную деятельность. То есть, как бы, например, также для частных необязательно было применение той же концепции дошкольного образования, да, но если, соответственно, они работают на основе лицензии на образовательную деятельность, они обязаны, да, хоть и частные, работать именно, то есть разрабатывать программу развития на основе федерально-образовательной программы, которые сформулировали. И на основе каких нормативных правовых актов разработано, это мы, значит, предыдущие отметили, но прежде всего самый важный документ это федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, также учитывает множество нормативно-правовых актов, которые содержат обязательные требования к условиям организации дошкольного образования. И вот перечень данных нормативных актов, на основе которых разработана федеральная образовательная программа, он, как бы, мы часть зачитали, да, и также он дан в той литературе, в тех ссылках, да, которые у меня тоже будут приведены непосредственно в конце нашего вебинара. Для чего нужна, да, вадикат, как бы, следующий вопрос, а для чего нужна программа? Есть стандарт, да, мы работаем, да, есть своя программа. Развитие. А для чего она необходима? Значит, естественно, вот я уже говорил, что это учебно-методическая документация, да, куда входят вот данные разделы и программы, и примерный режим, и распорядок дня. Вот иные компоненты, да, мы сейчас с вами ответим, что же сюда входит. То, что разработанный примерный режим, это не новая, да, соответственно, он выработанный годами, да, работы дошкольных учреждений. Вот иные компоненты сюда относятся. Это планируемые результаты реализации программы, это педагогическая диагностика непосредственно, да, то есть мы должны знать, вообще идет развитие, не идет развитие. У детей до определенных, значит, по образовательным областям компетенций, значит, также к иным компонентам ФОП относятся вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы, то есть когда дошкольные учреждения само разрабатывают, да, или как бы синтезируют те методы, да, которые они нашли, которые, на их взгляд, являются эффективными, с помощью которых идет процесс, да, образовательный процесс, целостный педагогический процесс. Также особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, то есть здесь зависит, какие профессиональные программы по образовательным областям вы можете использовать, да, помимо там программы, которая актуализирована, рекомендована, да, то есть комплексная программа, ну, множество профессиональных программ. Ведь реализация некоторых программ, вот хотелось бы, да, интересная программа, все, да, мы берем, например, да, но иногда методическое обеспечение этой программы может быть недоступно, да, в том объеме, в котором бы желательно, да, хотели ее использовать. Но отдельные занятия, отдельные, отдельные, то есть я говорю, да, как занятия, да, организованная образовательная деятельность, можно использовать, да, какие-то нетрадиционные и так далее, чтобы вот у детей на основе проблемных исследовательских методов более активно проходил, да, не просто, значит, вот показали, мы там с вами сегодня рисуем то-то, да, и, соответственно, дети нарисовали, да, тем более, если образец педагога, не надо думать, не надо что-то придумывать, материалы, все лишь от краски, либо гуашек, пластилин и так далее, да, не нужно там представление вспоминать, как выглядит то или иное, если есть образец педагога, да, то есть это традиционная система обучения, строящаяся на копировании образцов педагога, тем более, да, хотя как бы желательно этого не делать, да, мы показали, убрали, убрали, и, а дети сами придумывают, с помощью чего они нарисуют кошку, да, тоже кошечку, передают, передадут вот эту пушистость, да, шерсть, да, там ее повадки, тем более, и своего опыта и так далее, ну, значит, остранились немножко мы, да, с такой сухой теорией. Так, вот к иным компонентам также относятся особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями, то есть какие формы работы они реализуют, да, и направление задачи коллекционно-развивающей работы, непосредственно она есть и входит, да, в любой учебный план, дошкольный, учебный уж, скажем так, да, в любой план развития, потому что так или иначе это необходимо. Также отражать, к иным компонентам относятся психолого-педагогические условия реализации программы, особенности организации, развивающей предметы пространственной среды, потому что, опять же, финансирование разные, возможности разные, как реализуются, в зависимости от видов и типов учреждения, да, то есть если это коллекционно, здесь больше у нас и специалистов, да, и помещений, оборудования для работы детей либо с нарушениями зрения, слуха и так далее. Значит, материально-техническое обеспечение программы непосредственно, да, это иной компонент, это обеспеченность вот методическими материалами, средствами обучения, воспитания, а также, как и в федеральной образовательной программе, приведен перечень литературных, музыкальных, художественных, а также анимационных произведений для реализации программы. И это важно, почему? Это же не является обязательным, что весь этот перечень – нужный способ, потому что там есть перечень праздников, да, как вот как раз отмечаю, там, недостатки, о, пока эти все праздники подготовишь, это сложно. Ну, никто же не говорит, что это обязательно для проведения, да, естественно, это сложно. И, как бы, там, в оформлении документации, составлении и так далее, на репетиции с детьми больше времени, нежели, там, на работу по организованной образовательной деятельности проходит, несомненно. Ну, также к киномым компонентам относятся кадровые условия, то есть те специалисты, которые необходимы для реализации федеральной образовательной программы, да, открываем дополнительные услуги, да, кружковой работы, нужны специалисты, где, как обеспечить их помещением и так далее, конечно, это уже зависит от специфики дошкольного учреждения, от запросов родителей, но если это необходимо, естественно, пытаться выискивать пути, опять, работа по грантам, да, которые помогают именно финансово реализовать ту деятельность, которую необходимо. Если она новая, актуальна, имеет практическую значимость, то, естественно, почему мы нет. Есть другой вопрос, как бы, нужны специалисты, которые непосредственно будут готовить эту грант, значит, грант реализовывать, да, готовить отчетную документацию, да, конечно, это ложится на работу старших воспитателей, да, заведующих методистов, помощников заведующих, да, по учебникам, по воспитательной работе, но, как бы, как нам тоже говорят, да, пройти один раз этот этап подготовки грантов, да, не выиграли, следующие заявки и так далее, так или иначе, где-нибудь, да, это выставили, да, это интересно, актуально, это новое, и поэтому, особенно, если, соответственно, приходят более молодые специалисты, которые в ходе обучения, да, участвовали, да, потому что именно активно их вовлекают во время обучения, они уже понимают, как это работает, как действует, поэтому, если вы заполучите такого специалиста, естественно, это хорошо, да, и за счет грантовой деятельности финансово как-то улучшите условия и реализуете актуальные проекты, да, которые вы хотели. И вот федеральный государственный стандарт определяет требования к структуре программы условиями и результатами ее освоения, он не содержит требований, значит, такой документации, как учебный план, там, рабочие программы, учебный календарный график, значит, и, как бы, такого нет, и освоение программ, оно не сопровождается в проведении промежуточных аттестаций, итоговой аттестации, это как раз в законе о образовании, часть 2, значит, ст. 64 и части 1, ст. 58 закона образования, это включено. Это хорошо, потому что как раз, если мы берем средний стандарт, да, значит, начального образования, среднего и специального образования, высшего, как раз эти требования есть, то есть и промежуточная аттестация, и аттестация и так далее, не говоря уже о требованиях к составлению учебно-методических комплексов, то есть рабочих программ и так далее, утверждения графика, который, соответственно, все это строго определено по количеству недельных. Так, немножко он мне кажется медленнее, я быстро не буду. И также такой вопрос, да, реализуемый методически к рекомендации, возможно ли реализация федеральной программы на родном языке обучающихся, а почему нет, да, соответственно, вообще, раз порядок разработки и утверждения федеральных основных образовательных программ, который утвержден приказом Министерства просвещения РФ, федеральная программа разработана на русском языке, то есть это государственный язык Российской Федерации, но это не ограничивает права российских граждан на получение дошкольного образования на родном языке, соответственно, из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка в пределах возможностей, соответственно, которые предоставляет система образования, то есть может на родном языке, да, то есть есть специалист, который обучает, соответственно, здесь же не только один воспитатель, да, но, соответственно, и, значит, разные специалисты, могут ли они обучать детей на родном языке. Поэтому стандартом это не, федеральная программа, это как бы не ограничено, здесь может быть ограничение как раз в самом дошкольном учреждении, да, может ли оно это предоставить, значит, и в соответствии с частью 4 статьи 14 закона в образовании возможно реализация программы на родном языке. И следующий компонент, вот нужно ли учитывать, да, федеральную программу при выборе учебных изданий для реализации непосредственно образовательной деятельности с детьми. Конечно, учебные издания, которые, ну, необходимы, да, при реализации программ, они должны определяться самим учреждением и с учетом требований в гос. дошкольного образования, также с учетом непосредственно федеральной образовательной программы и вот как раз здесь должна быть тесная связь, преемственность с федеральной образовательной программой начального общего образования. Это пункт 3 статьи 18 закон об образовании, значит, и отсюда вытекает следующее понятие, да, ну, значит, вот когда и утвердилась федеральная программа, да, будет ли обменена примерно основная образовательная программа дошкольного образования и примерные рабочие программы образовательных организаций, значит, соответственно, вообще, это они были примерными и они не являлись нормативными документами, то есть если мы говорим, это нормативный документ, да, то примерная программа это, то есть не нормативная, но то она и примерная, да, она не требовала издания нормативного акта, то есть какой-то нормативный акт как бы издавался для ее использования и, соответственно, и отмены нет, поэтому в связи с введением понятия федеральная основная общеобразовательная программа из закона об образовании исключено понятие примерно образовательная, примерно основная общеобразовательная программа и, соответственно, все выше обозначенные документы, они как бы утрачивают, то есть теряют свою силу и, соответственно, уже на данном сайте госрегистра, да, примерные программы, они будут переведены в раздел архив, актуально, нет и, соответственно, мы об этом подчеркнули, да, то есть, значит, отменена, да, и отменена, то есть специального положения закона нормативного акта вы не будете. Самое главное, да, есть ли у федеральной программы пересечения с традициями и научно-теоретическими основами становления отечественного дошкольного образования? Конечно же, это, еще раз мы подчеркиваем, уникальная образовательная система и особым образом подчеркивается, значит, направленность отечественного дошкольного образования. Вот здесь как раз я выделила, да, значит, пример содержания образовательной области, так, ох, как у меня щелкать, или я немножко, значит, содержание образовательной области, формирование основ гражданственности и патриотизма, да, вот, здесь такие задачи стоят, как воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к родине, представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям, то есть предыдущие, да, мы уже ранее об этом говорили, здесь более конкретно это указывается непосредственно для детей именно дошкольного возраста, расширять представление детей о государственных праздниках и поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за достижение страны в области спорта, науки и искусства, служение верности интересам страны, знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать детей при поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия, как непосредственно самой дошкольно-образовательной организации, так и в городе или поселке, вот, скажем, непосредственно вот конкретно задачи волонтерства, да, уже здесь выделены, да, то есть говорить, и это хорошо, что через средства массовой информации освещается и непосредственно вот это заложено, да, то есть именно мы должны знакомить, значит, если занимаются волонтерством, да, непосредственно чем они занимаются, в чем их работа, да, с родителями и так далее, совместная работа как раз входит в иные компоненты, да, где мы эту работу можем более подробно расписать. Развивать интерес к родному городу, либо поселку, да, переживания, чувства удивления, восхищения, достопримечательностями, скажем так, событиями прошлого, настоящего, поощрять активное участие и празднование событий, связанных с местом проживания. Это важно, это было, это есть и остается, да, и на мой взгляд, я думаю, что и вы согласитесь, что это хороший, как бы, пример, да, и она важна. Так, опять немножко перепрыгнули, значит, я пока начну. Если у федеральной программы пересечения с традициями научно-теоретическими основами становления отечественного дошкольного образования. Да, конечно, есть, да. Мы говорим, что пространство и уклад жизнедеятельности. Ребенка, оно, как бы, учитывает особенности, особенно возрастные особенности непосредственно, и интересы и так далее. Ребенок в дошкольной образовательной организации может прожить самоценный период дошкольного детства, активно включаться в доступные для него виды деятельности, пробуя разные способы поведения, взаимодействия, именно социальные способы. И педагог, организуя процессы развития ребенка как личности и субъекта деятельности, именно развивает его индивидуальность, да, то есть именно осуществляется лично-ориентированный подход, который заложен в новой стратегии дошкольного образования, да, и в целом структуру образования входит, потому что является частью, определено нормативными документами, говоря о, начиная с конвенции, о правах ребенка, да, то есть учитывая индивидуальные особенности, развивая его уникальность, его самобытность каждого ребенка. Также, прежде всего, значит, система специально отобранного психологического доступного интересного содержания, да, основанных на научных, на научных знаниях, например, культурно-исторической теории Льва Семеновича Выгодского, на теории амплификации Запорожца и, конечно же, многих, множество идей, которые, идеи исследователей, да, и психологии в большей степени, да, дошкольного детства и принципов развития личности в энтогенезе дошкольного детства. Значит, необходимо также говорить об уникальных методиках дошкольного образования, об инструментах и формах взаимодействия. То есть все формы, методы, мы говорим, есть традиционные, есть новые методы, много классификаций, мы должны их применять, да, во-первых, знать, изучать, знать и уметь их применить, соответственно, разрабатывая новые виды, проводя мастер-классы, да, обучаясь, проходя курсы повышения квалификации, все это будет способствовать тому, что, естественно, все это так или иначе практику работы будет вноситься, да. Ну, вообще, педагог это профессия, когда человек, да, учится постоянно, да, постоянно, постоянно. Почему? Потому что, если мы будем на каких-то традиционных, да, это, скажем, важно, что строилось бы, но ведь это неинтересно, нам нужно удивить детей, нам, можно сказать, заставить детей, да, чтобы они впитывали в себя ту новую информацию, которую мы преподносим, если, соответственно, ну, нет желания, ну, значит, не педагог, да, можно сказать, человек так работающий, вот, как, дали программу, да, расписали по ней и четко по ней, как бы, работали. И вот, когда вот было интересно, был переход на новые программы, да, которые, ну, учитывать именно творческий подход педагогов, да, к работе с детьми, это было интересно, это было интересно наблюдать, как идет реализация, но мы поняли, что нам нужна все равно единая программа, да, и, соответственно, переработанные в стандарте пришли от рождения до школы, да, ну, я знаю, что где-то программу «Ратугу» до сих пор используют, это хорошо, ее какие-то там уникальные методики можно, почему нет, да, соответственно, лишь бы мы преподносили тот минимальный уровень, заложенный в стандарте, в стандарте дошкольного образования, так, то есть меньше нельзя, больше, пожалуйста. Вот тут у нас уже перешагнуло на самостоятельно, да, тогда я, значит, у нас время поджимать, я, значит, быстро пойду немного побыстрее скажу так. На каких же принципах и научно-теоретических позициях базируется содержание федеральной программы? Конечно, на основе стандарта, да, и понимания детства как периода жизни, да, идеи уважения к личности и проявления во всех формах специфичных для детей дошкольного возраста, прежде всего, конечно, в игре, да, познавательной, в исследовательской деятельности, в форме творческой активности, которая обеспечивает художественное и эстетическое развитие. Также при разработке федеральной программы был учтен и ряд научно-теоретических положений, то есть мы говорили и о, значит, теориях Лугоцкого, Запорожца, да, Леончиков, на которых опирается современное дошкольное образование. Мы говорим о ребенке дошкольного возраста как субъекте детских видов деятельности, которые активно осваивают культуру социума, о возрастных психических особенностях, да, о кризисах, это немаловажно, да, потому что нужно уметь их подкорректировать, чтобы они потом в нужную сторону и работали на вас и на ребенка, да, чтобы этот кризис, да, вот, ну, кризис, да, мы говорим, что делать, да, это кризис, я сам, я сам, да, ничего не хотим делать, или, значит, в то же время негативизм, да, и в то же время период почемучек, да. Мы говорим об исторически уникальной отечественной системе дошкольного образования, которая ориентирована на сохранение здоровья ребенка, на гармоничное развитие, также о целостности педагогического процесса, поэтому весь процесс образования, он уникален, да, накопление опыта общения, взаимодействия с миром, культурой, людьми, также о вариативности, да, методик и о гибкой системе дошкольного образования, ну, о семейне есть подчеркиваться, и вот как раз, значит, федеральная программа, она опирается на возрастные характеристики современного ребенка, то есть это период младенчества от двух месяцев до года, ранний возраст от года до трех лет, да, и дошкольный период. Значит, программа воспитания, она является обязательной структурной частью федеральной программы, определяет содержание воспитательной деятельности, направленной на развитие личности, и создание условий для социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей, которые приняты в российском обществе. И вообще на какие положения ориентироваться, конечно, особенно при проектировании воспитательной деятельности, это задачи, которые обозначены во всех образовательных областях, которые также включены в ФОП, да, то есть учитывая различные формы совместной деятельности участников образовательных отношений к определенным событиям. Календарный план воспитательной работы строится с учетом общего плана, предполагает единство решения задачи воспитания. Также план является единым для всего детского сада, содержит примерный перечень основных государственных, народных праздников, какие-то памятных, да, да, общий для всей страны и конкретно для региона. Некоторые из них, конечно, вот рекомендуются для приведения в отдельных регионах, поэтому он может и добыть, и нужен, и должен быть дополнен, да, значит, именно региональными праздниками, да, социокультурными особенностями, да. И вот меры, да, конечно, перечень мер по внедрению федеральной программы, он также как бы отмечен, да, по срокам, когда идет размещение на официальных сайтах, разработка методических, рекомендации повышения квалификации, как будто должны педагоги были пройти с апреля по май, да, летом бы отдыхали, да, нужно сейчас именно потихоньку уже проводить консультационный вебинар для специалистов, да, органов государственной власти, субъектов РФ в сфере образования и, соответственно, местных, да, муниципальных районов, местных органов управления для того, чтобы, ну, возникшие какие трудности, да, в процессе подготовки, появляются в процессе подготовки к реализации федеральной образовательной программы, а также размещение информационных методических материалов, это немаловажно, да, для работников дошкольного образования, ну, а в основном, конечно, для административных, да, работников. Потом, как бы, следующий месяц, октябрь, ноябрь предполагается мониторинг реализации, то есть, что такое, то есть, диагностика, насколько эта программа внедряется, насколько она эффективна, да, хотя еще рано говорить об ее эффективности, да, то есть, ну, вот мониторинг хотя бы внедрения, да, и проведение определенных конференций для того, чтобы понять, да, оценить лучшие практики, опыт проведения и так далее. И вот этот также примерный перечень мер, да, по внедрению, он как раз, ну, охарактеризован, да, в методических рекомендациях. И, значит, вот таким же вопросом, ну, как бы, задавались, да, руководители, да, дошкольных организаций, как бы, зачем выделена обязательная часть, да, и что это такое, да. Еще раз скажу, что программы разрабатываются и утверждаются, дошкольная образовательная организация в соответствии с стандартами и федеральной программой, поэтому помимо стандарта федеральная программа является наиболее важным, одним из важных тоже документов, да, то есть где определяется соответствующих содержанию и планируемые результаты федеральной программы не ниже стандарта. В ГОС и ФОП являются основой для самостоятельной разработки и утверждения до программ, обязательная часть которых должна соответствовать ФОП и, может быть, оформляться в виде ссылок на нее, да. Значит, вот вариативная часть образовательной программы, она, как бы, согласно стандарту, структурные подразделения в одной доме могут реализовывать различные программы, да, поэтому вот вариативная часть представлена частью, формируемой участниками образовательных отношений, мы говорили, это около 40%, да, значит, она дополняет обязательную часть программы, позволяет обеспечить вариативность, стимулировать педагогическое мастерство, то есть педагог может найти интересную программу, да, для своего, для своей организации, да, внедрять ее, учитывая индивидуальные потребности обучающиеся, конечно, мнение родителей, да, законных представителей, ну, а также условия, да, в которых реализуются и осуществляется весь именно педагогический процесс. Также структура вариативной части представляет из себя целевой, содержательный, организационный разделы. Требование, опять же, значит, также составляется с учетом в ГОС, да, дополняет обязательную часть, является частью каждого раздела программы, то есть каждую образовательную область, да, непосредственно разрабатывается самим учреждением с учетом мнений, могут быть привлечены к родителям, да, также к разработке, заинтересованные лица, это социальные партнеры, это, там, попечительский совет когда-то, когда тоже присутствовал, да, и, ну, мало где есть, да, при организациях, значит. При использовании парциальных программ или одной или комплексов программ, вот вариативная часть, она содержит, да, основные моменты этих парциальных программ, содержит обязательно региональный компонент, который отображает этнокультурную ситуацию, специфику национальных, климатических, материально-технических, социальных условий, в которых решаются все эти педагогические задачи, ну, и, конечно, обеспечивается вариативность образовательного процесса в конкретном детском саду с учетом индивидуальных особенностей, в том числе в части коррекционной работы, конечно же, да, то есть, которая запланирована с детьми ОВЗ. Вот мы уже сказали, она может разрабатываться, да, значит, то есть, вот ссылки могут на парциальные программы, также самостоятельно разработаны участниками образовательных отношений программы на лично-педагогическом опыте, на этнокультурные особенности, но, естественно, должны пройти определенную проверку, да, то есть, что-то вы новое внедряете, да, не получилось, и ладно, да, дети не усвоят, конечно, такого не должно быть. Так, о том, что такое парциальная программа, мы не говорим, да, и можно ли давать ссылки, да, конечно, в тексте вариативной части можно дать ссылки на реализуемые парциальные программы, да, так же, как и на ФОМ, да, вот. Можно ли использовать любую парциальную программу? Конечно, можно, если соответствует главный ВОЗ дошкольного образования, соответствует принципам федеральной программы, методологически не противоречит ей, да, и обеспечивает преемственность дошкольного и начального образования. Значит, вот мы, как бы, структуру немножко рассмотрели, принципу, да, разделы этой программы, федеральной образовательной программы. Также вот структуру, мы знаем очень, как бы, большой объем информации, дан по организации развивающей предметно-пространственной среды, и как раз федеральная образовательная программа тоже содержит определенные требования к развивающей предметно-пространственной среды. Вот видите, вот здесь очередь так мелкая, конечно, да, как бы я зачитывать не буду на основных моментах, может быть, только остановлюсь, что является, можно сказать, обязательным, да, для оснащения предметно-пространственной среды. То есть это те компоненты, да, которые отражают экологичность, природосообразность, безопасность, возможность для общения, игры, да, отражающие ценности семьи, для познавательного развития. Конечно, это и знаки символа государства, региона, города и так далее. Ну и вся среда, конечно, должна быть гармоничной, эстетичной, привлекательной. Конечно, мы об этом должны позаботиться в первую очередь. Вот, как бы, и кратко немного, значит, там, согласно материалам, да, которые взяты из источников и Минпросвещения, и Всероссийского педагогического портала, и Министерства науки высшего образования, и сайта «Воспитатели России», «Воспит» и так далее. Вот такие, как бы, вопросы, да, почему педагоги не все довольны, вот, где-то определяют, что нет соответствия старой программы. Конечно, некоторые старые программы, они не, как бы, построены с учетом федерального государственно-образовательного стандарта. Соответственно, если нет, не соответствуют в ГОСТ, значит, и не соответствуют федеральной образовательной программой. Когда мы говорим, там, о старой примерно типовой программе, которая очень долгое время была, разрабатывалась и внедрялась в практику работы дошкольных учреждений, да, поэтому принятые в ГОСТ в 2013 году требования к программам, соответственно, поменялась, да, и началась новая эпоха дошкольного образования, да, и произошли много положительных перемен, и поэтому сегодня навигатор образовательных программ, он включает где-то 21 наименование, да, соответственно, те программы, которые утверждены, и, соответственно, работать должны по данным, по данным программам, да, ну, конечно, наиболее, наибольшей популярностью пользуется программа ВИРАКС от рождения до школы, истоки и так далее. Значит, оговорили о том, что согласно в ГОСТ, да, важно сохранить баланс 60-40, да, вот противоречия с Сатардартом и Санпин, как будто бы содержится в ФОП, да, но это только требования, да, и, как бы, пока, значит, таких ярких, скажем так, да, разграничений с Санпином и в ГОСТ, конечно, не наблюдается, пока идут, очевидно, реверансы в направлении работы, да, ФОП или в ГОСТ, но это документы, два основополагающих документа, на которые должны работать, и новая ФОП, это проект, соответственно, в котором нет индивидуального, а в котором нет индивидуального подхода, как бы, предполагается, нет места для, вот, игр, да, хотя по режиму дня мы сами можем корректировать, да, это все зависит от дошкольного, дошкольной организации, да, от группы, как организовать игровую деятельность, да, то есть она не отменена, игровая деятельность не может быть отменена, потому что это ведущий вид деятельности, да, то есть вот, как бы, педагоги говорят, если рассмотреть режим дня дошкольников, который предложен в укладе, то у детей всего лишь 5 минут свободного времени на игру, конечно же, это не так, потому что вся образовательная деятельность, особенно чем младше дети, да, больше мы реализуем именно через игровую деятельность непосредственно, значит, есть также вот такие противоречия там в празднике не по возрасту, но ведь я еще раз скажу, что праздники, это примерный, да, перечень праздников, не обязательно, как бы, все это проводить, да, вот, коррекционная программа без исполнительной, естественно, мы знаем, что для реализации коррекционной программы нужны дополнительные кадры, дефектологи, логопеды, да, там, в зависимости, это или тифлопедагог, или сомпопедагог и так далее, это важно, естественно, это учитывается и непосредственно, как бы, будет адаптироваться, да, данная федеральная образовательная программа, я уже говорила, может быть, какие-то будут носиться изменения в дополнения ее структуры реализации. И о том, как непосредственно должна реализовываться коррекционная программа, непосредственно федерально адаптированная программа, мы поговорим на следующем вебинаре. Конечно, ФОП содержит противоречия, да, Но требование есть перейти, да, и, соответственно, мы переходим, да, нужно только адаптироваться к новой реальности и учить своих воспитанников непосредственно жить, да, значит, и работать нам по данной программе. Так, спасибо за внимание, значит, презентацию вы можете посмотреть, да, значит, нормативные правовые акты, ссылки на них, все это есть, конечно, где я же говорила, то есть это только основные, я, значит, перечень дала, потому что и Конвенция о правах, и федеральный закон, и приказ министерства, это основополагающие документы, на которые, конечно, опирается и стандарт, и сама программа, они взаимосвязаны с другими. Спасибо вам большое, мне было очень приятно. Надеюсь, как бы немножко, как бы понимание структуры программы, теоретического характера, конечно, да, здесь больше, но понимание есть, и мы должны изучать документы, ориентироваться в нормативных документах. Документ, спасибо, что я вам в чем-то помогла. Спасибо. Я с вами попрощаюсь, а там выше были ссылки, где как раз информация была по сертификату. Выше в чате вы можете посмотреть.